Всем привет! Тут дожди. Всем привет! Всем привет! С вами Александр Лапшев и Таня Закрутка. И мы идем в кофейню, которая находится на Парковом. Желябова, 16. Находится она в ресторане МИ. И идем мы туда не просто так, и не просто пить кофе. Потому что там есть очень крутой чувак. Его зовут Сергей. И у нас с Александром есть цель. Мы хотим научиться делать прекрасный, великолепный кофе. В этом нам поможет Сергей. А вот это он! Привет! В смысле, а ты учиться будешь? Я убью. Понятно, кто будет кофе варить и кто песни петь. Сегодня урок номер один. Я приготовила красный блокнот и красную ручку. Потому что у меня красная машина. Потому что у меня красная машина. Потому что у меня красная машина. Вот аккуратней. Вот тех, кто западает, еще в технике. Почему здесь две кофемолки? Две кофемолки здесь для того, чтобы... Одна кофемолка нужна для приготовления эспрессо. Да, потому что здесь более мелкий кофемолка. Вторая кофемолка нужна для приготовления фильтра. Здесь более крупный кофемолк. То есть, чтобы постоянно не перенастраивать? Да, чтобы постоянно не перенастраивать, нам надо две раздельные кофемолки. Плюс у них все. Лайфхак. Да. Мерный стаканчик. Естественно, его зануляешь и намалываешь. Что это такое? Это темпер. Это третья рука Бористо. Просто вообще... Я после плавания точно не смогу готовить кофе. Бить можно вообще-то. На самом деле, очень важная часть, потому что очень многие ее недооценивают. Начинают ее использовать как колотилок, как молоток. Начинают стукивать холодом. Итак, мы помололи кофе, все взвесили. Да. Естественно, у нас есть кофемашина. Кофемашина. Действительно теплая. Кстати, всегда думала, что отсюда идет очень горячая пара, что вообще можно обжечься. Но это не точно. Это называется группа. У нас двухгруппная машина. Группа. Да, это называется группа. То есть, куда вставляется холдер. Вот эта штука называется холдер. Вот как холдер, только холдер. Кто игру «Престола» смотрел, поймёт. Холдер. Я не смотрела. Сколько новых слов. Да. Давай, сейчас сама попробуй. Просто, да, подёргай, может, вот барашек покрутить. Ну, куда дёргать-то? Туда. Туда? Да. О, вот так вот? Стучать не ручкой, а... Вот, я поняла. Вот это штука, да. Что ещё здесь, давайте сразу же пробежимся. Здесь есть отдельная тряпочка. Она используется только для протирания вот этого стиммера. Ещё с чего? Стиммер, новое слово. Стиммер. Да, он обязательно всегда должен быть чистый. Также есть такая вещь, как питчер. И маленький питчер, он нужен для приготовления авторских, для молитв. Надо пить. Что ещё здесь есть? Весы, естественно, для того, чтобы отмерить, во-первых, нужное количество грамм кофе, да, сухого. Также здесь стоят сиропы. Дальше, что у нас ещё есть? Стоит, естественно, водичка у нас. И ещё есть вкусняшки. Здесь у нас идёт как такая отдельная станция для приготовления фильтра. Это называется метод В-60. Итак, мы сегодня узнали новые слова. Ходор. 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 Стиммер. Стиммер. Потом трамбовательная штука. Теппер. Теппер. Кофемолка. Кофемолка. Да, это ногбокс. Ног. Группа. Молкно. Сиропчики. Вот когда пьёшь чайничек, пьёшь так. Чайничек. С крышечкой. Крышечка. С шишечкой. Постепенно убираешь по одному слову, и в конце происходит такое. Пошла жара. У меня память девичья, поэтому я всё записываю. Сколько с итоге должно быть? 19 с половиной. Вываливается в холдер. Просто ровно 36. Такой прям. Это вот всё, что осталось. Вот эта поверхность драма максимально гладкая, поэтому ей ни в коем случае не ронять, не бить ей, там соседа не кидаться, ещё что-нибудь, то есть и самое освещение. Даже если очень разозлил. Даже если бы очень разозлил. Лучше холдером кинуть. Таки, в принципе, держим как фонарик. Я профессиональный сдержатель фонарика. И у нас идёт движение обязательно плечом. То есть вот, у нас работает только плечом. У нас практическое занятие, сейчас мы будем темпировать. Я самостоятельно, значит, взвешиваю. Что, что, подожди, она не слушается меня. 0,0. 18,3. О, какая она чувствительная. О, 19,5 просто. О, я что-то нажала. Ох уж эти будни бариста. И, о, она такая горячая. И сейчас самое сложное. Это действительно гораздо сложнее, чем казалось бы. В общем, очень важно, чтобы кофе было действительно прям равномерно насыпано. Чтобы не было с одной стороны меньше, с другой стороны больше. Геометрия. Итак, сейчас мне всего 2 секунды. Затянули. И всё, теперь подставляешь. Я перелила. Не надо так. Итак. Сама варила, сама и пробуй. Мой первый кофе. Для новичка весьма неплохо. Правда не будешь пробовать? Саш, ну ты хотя бы попробуй. Ты такой смешной в камере. Саша, теперь твоя очередь. Давай сейчас сразу же, мы не будем совершать они на ошибке, будем сразу же готовить эспрессо. Пара грязь. Сейчас посмотрим твою точность. Та-дам. Прям. Переворачивай. Щетка, чечетка. Попытка удачней, чем у Тони. Я первое делала. Мне было сложнее. Алисы. Закрываем кофемолку. А он запустил через первый, но она, наверное, она. Хитрый. Я, честно сказать, не помню, настроена ли. Да, кстати, она настроена. Это читерство. По-моему, такой же, как у меня. В общем, сегодня я получила очень много новой информации для себя. Поняла, что я вообще абсолютно не разбиралась в кофе. Мы сегодня учились делать эспрессо. Это гораздо сложнее, чем я думала. Важно все. От помола до того, как ты затейпируешь. Тейпируешь температуру, граммы. Все важно. Я надеюсь, что скоро мы будем делать отличный эспрессо. Сымай! Саша, сымай!